По вопросу, который сейчас беспокоит, волнует и задел всех, уход безвременной прекрасной девочки, женщины молодой, сорокалетней Жанны Фриске, у меня есть совершенно четкая позиция. Я работаю в СМИ, на радио, и я несколько смс-ок получила в эфир, мне сказали, да кто она такая, что они все говорят. Она никто, она человек. И мой муж болел раком, она умерла от рака, куча людей болеет раком. Это не зависит от степени твоих заслуг. Это все равно, что не жалеть Капицу, который умер, а жалеть Калашникова больше. То есть как можно выбрать между гением одного и гением другого? То же самое и Жанна, ее сравнивать ни с кем нельзя. Просто это такой видный и заметный случай, когда из цветущей, из красивой молодой женщины болезнь сделала то, что сделала. И это настолько контрастно и настолько было на виду, что люди обезумели. Поэтому такой резонанс получила. Но я уверена, больше, чем уверена, я буду с плакатами кричать всем, что именно знаменитые люди могут показать и дать пример того, что они такие же люди, как все. Это первое. И второе, то, что мы, зная об этой ситуации, ну хоть пойдем проверим грудь, извините, женщины, раз в 10 лет. Или будем ждать, пока нас скрутят. Понимаете? Я четко совершенно знаю, что эти случаи, они очень показательны. То, что обыкновенный человек, который не думает годами о своем здоровье, может о нем подумать. И я больше всего на свете осуждаю людей, которые вообще как-то неадекватно все это перемалывают. И я была потрясена одной такой, даже не заметка, репортажем на одном из каналов. Там они говорят, 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 ну да, да, новости они там повторяются. И тут девушка в новостной ленте говорит, Жанну перевезли из морга Люберец в морг Москвы. И тут я поняла, что я не хочу, я не хочу видеть телевизор, во всяком случае, этот канал, никогда больше. Потому что это не новость, это грязь. Это слово морг, люди хотели привлечь внимание. И вы представляете, насколько это ублюдски? Это кошмар. И я... Когда мы с мужем узнали, мы лично дружили с Жанной, с ее мужем. Мы высказали все, что могли друг другу. И отправили смс Диме. Все. Субтитры сделал DimaTorzok